И если мы немножко вдумаемся в наши недельные главы, которые мы читаем Брешит, Ноах, Лехлаха, то мы там увидим, скажем так, как несколько раз мир начинается заново. Давайте просто разберемся в этом. Здесь первое, создав Всевышний Адама и Хаву, они пали в грехе, и есть дети, Каин и Гевель, Гевель убивается братом, Каин наказывается от него, остается очень много, мы все потомки Каина, вы знаете, от его внучки Наамы. Наама была женой Нолаха. Вы решили дети у Адама и Хаву? Были, были, конечно, но мы все, то есть Каин не полностью ушел, он оставил много, то есть начинается заново строительство человечества, ждаются у Адама Шетт, опять 10 поколений, которые пали всевозможные грехи, качается страшно, качается потопом. Мы такого катастрофа не видели, не можем себе представить такую катастрофу. Начинается мир заново, на ком? На Нолахе, на праведнике Нолахе, опять же мир опускается, строит Вилонскую башню, распыляется по всему миру, появляется новое начало, начало это Авраам, то есть я бы сказал так, первые три, то есть Авраам появляется уже в главе Ноах, там упоминается, он упоминается на самом деле уже в главе Брэшит, там приводит Раши, слова наших мудрецов, Байбарам, это буквы слова Авраам, что ради его был создан мир. И сегодня, сегодня, скажем так, то здание, которое построил Авраам, это наш народ, оно есть, существует и оно прочно стоит, нет ничего более прочного, чем наш народ. Как сказал Всевышний Авраам, ба Ицхаки крала Хазера, в Ицхаке тебе будет названо твое потомство, то есть, как сказали наши мудрецы, не весь Ицхак, а только часть его имеется в виду Якова, его потомство, это Авраам, как был задуман Всевышним еще, на него есть намек в первой главе книги Брэшис, говорится во второй, дальше наши главы более подробно касаются Авраама. Мы, есть у каждого из нас, и в чем наши общины в целом, выходцы из России, но не только из России это касается, есть нечто очень общее с этой картиной, я представил. Я просветил Робицка Зильбера, хотя вещь недостаточно очевидная, те, кто немножко знает еврейскую историю, он сказал такую вещь, что даже во времена иго греков перед восстанием Баковеев, не было такого отрыва от Торы, как было с нашей русско-зычной общиной подпятой советской власти, не было такого. Это самый страшный отрыв, который был за все тысячи лет. Ирианна, когда мы сегодня возвращаемся к Торе, к сожалению, это пока что единицы, не совсем единицы, но пока еще небольшая часть, небольшая часть. Мы нашим возвращением к Торе исполняем обещание Всевышнего, что Тора не забудется нашим народом, и мы останемся евреями, а тем более, если мы находимся на Святой Земле и защищаем здесь Тору, то в нас исполняются три великих поучества Торы, что Тора не забудется, наш Тору останется вечным, и Святая Земля Израиля останется для нашего народа. Однако есть одна очень принципиальная вещь. Если, мы уже упомянули, что есть обещание нашему народу в целом, нет ничего более прочного в мире, как еврейский народ, но это не касается обещания каждой семьи, каждого человека. То есть, то, что касается еврейских душ, есть обещание, что все будет исправлено, но мы всегда наблюдаем страшные вещи. Страшные вещи, когда есть обилие смешанных браков, когда есть отход, когда еврей женится на нееврейке, его потомство, его неевреи. Он ушел, он ушел. Он еще лично может вернуться, но его потомство уже не евреи. И я хочу, чтобы вы поставили одну очень принципиальную вещь. Принципиальный вопрос. Вопрос, он не риторический. Вопрос принципиальный, он касается каждого из нас. И мы его не решим за 15 минут, которые мне осталось здесь говорить. Но необходимо его где-то впитать в себя и задуматься. Как сделать так, чтобы когда мы сейчас вернулись к Торе, мы ушли из тьмы отхода, который царствовал русскоязычное общение и до сих пор царствует две части со времен Октябрьской революции? Как нам пустить корни заново в еврейском народе? Как сделать так, чтобы то здание, которое мы хотим построить, известно, когда женится молодая пара, их благословляют, что они построили Миньяна-де-Ад? Вечное здание. Миньяна-де-Ад. Как сделать так, чтобы наш дом, который мы построим, каждый из нас, он был подобен Дому Авраама? Как он участвовался в Якове? Это был дом вечный. Дом передачи Торы от отца к сыну, от матери к сыновьями и от отца к сыновьям, и от отца к сыновьям, и бабами, и внуками, и внучками, и правнучками и так далее. Как нам сделать так, чтобы… Я хочу сегодня, это тема, который… Надо много думать об этом. Я хочу коснуться одного аспекта, который мы можем учиться у нашего праотца Авраама. И скажем так, аспект, который… Он непростой. И скажем так, деликатно… Нам есть куда улучшаться, скажем так. Деликатно говоря, есть куда улучшаться. Есть в Широ-Шире, в конце, сказано так. «Им хумаги не в ней ратират косов». Если… Тут… Если она… Буквально видится в виду она, это видится намек на еврейский народ. Если у нас стена, скажем… Образно перевернула, как скала. Скала. Построим на нее дворец. Дворец. Крепкие основы… Крепкие основы. Крепкие основы. Скала может построить замок на стескали. Вим… Вим… Вимделидхе. То есть она, как деревянная дверь. Насурале луах-эрес. Надо как-то укреплять ее. Наши мудрецы объяснили это место, то есть говорится в частности в Абраме. Как известно, Абрам… Был десять раз испытан тяжелейшим испытанием Всевышнего. И он… И об этом сказано, что… Сказал Всевышний Абрам… То есть сердце Абраму… Оно… Выяснилось, что оно верно. Верно. Сказал… Как бы сказал Абрам Всевышний ему… Я… Стена… Я скала… На мне можно строить. Можно строить. Есть понятие, что… Которое… Часто понимается… Просто… Недостаточно верно. Это я… Это я… Это пишет Раму Ишапира в своей книге «Ра Емуна». Есть в русском переводе «Живи верой». Очень-очень принципиальная вещь. Понятие «эмуна» переводится на русский язык обычно как «вера». И оно… Это перевод… Он… Он… Искажает… Истинное понятие «эмуна». Есть… По-русски близкие слова. Доверять. Доверять. Истинное «эмуна» было перевести как «веру вместе с доверием». Когда… Авраама бросили… В печь… Он доверился во Всевышнему. Во всех испытаниях… Когда… Когда Авраам остался цельным в своей вере… В чем было испытание? Если… Веру… Как это понимает… Скажем так… Русский язык «вера» значит знать есть Всевышний. Но есть такое… Какое-то такое отношение. А есть понятие «эмуна», как называется «нейманут». И не просто есть Всевышний. Я на него полагаюсь. Я на него полагаюсь. Вот… Сила Авраама была в том, что он был «нейман». Он был верным. Он… Он доверялся Всевышнему до конца. До конца. И… Эта сила… Эта сила… Эта сила… Которую… Которую Авраам… Скажем так… Пробудил в себе сам. Это был его… Великий выбор. Великая работа над собой… Это было… Это было… Было то, что Всевышний… Авраам, постигший миротворец. Есть еще работа над собой. Это укрепление… Усиление себя. То, что называется «эмуна» вера и доверие к Творцу. Конечно вершина этого… Это вера и доверие к Творцу… Это было испытание… И… Заповедью… То, что Всевышний заповедовал ему принести… Жертву всесожжения Ицхака… Это было… самое тяжелое испытание… И которое тоже… Выдержало Авраам. Это… Это испытание на доверие… Я бы сказал такую вещь, как это нас касается, очень просто, нас сейчас все выше не испытывают, как Авраама, не то он мне говорит, что надо сына Ферту принести, не бросает в печь, хотя такие вещи тоже возможны, есть такие вещи, есть испытания нашего поколения, просто пример, допустим, у него хорошее настроение, он молится и учится, не хорошее, можно не учиться, можно не молиться, что тут проблема, а где же верность, такому человеку можно доверять, всевышленным нам доверил то, он нам доверил то, изучение исполнения, являемся ли мы верными сторожами, если мы хотим, чтобы из каждого из нас выросло здание, здание, которое называется Пинян Адай Ад, вечное здание, байт нейман в Исраэле, такое понятие, байт нейман в Исраэле, верный дом, верный дом, надо нам работать над собой, учиться у нашего праотца Авраама верности, чтобы нам было можно доверять, доверять. И нам это легче, чем Аврааму, в каком смысле, мы уже получили эти силы потенциально от Авраама, у нас есть от кого учиться, и нам надо работать на этих вещах, и не назову это мелочами, надо проверять свое служение Творцу является он служением верным или не очень верным. Есть много разных уровней, один, это касается, допустим, когда у него плохое настроение, и он немножко не выспался, он не встанет молиться вообще, а другой, он не встанет вовремя, чтобы сказать вовремя шмаристовое. А третье, немножко более высокого уровня, но тоже как-то слабовато, он знает, что если появились последние миньян, допустим, в 8 часов утра, он решит, что я встану в полдевятого, поболюсь потом. В чем вот проблема? Не просто проблема в том, что не болелся, не болелся в миньяне. Проблема гораздо более тяжелая. «Отдам зе ло нэйман». Мне не хватает то, что называется нэйману, на него нельзя положиться. Всевышний может в него положиться или нет. Понимаете, эта вещь очень принципиальная. Мы хотим, чтобы каждый из нас хочет для себя, в этом не сомневаюсь, чтобы в нашей семье, а тот еще пока не женился, чтобы он построил дом, который называется «байетнэйман в Исраиле». Дом, в котором можно положиться, положиться. Наоборот, есть такое понятие «шой мэр, то рао митсвот». То, кто хранит вторую заповедь. Это не так просто быть «шо мэр, то рао митсвот». Шо мэр – это тот, кто имеет ответственность, он отвечает за свои дела. Для него, как известно, шо мэр, когда он не шмиряет, не хранит, то он платит за это деньгами. Он ответственный за это. Есть доверие к Творцу, однако есть также другая сторона этой медали. Чтобы Всевышний мог доверять нам. Мог доверять нам. Если нам может доверять, говорит Всевышний, что он построит на скале, на стене, хо ма иметься в роду, что-то подобное крепостной стене, можно построить дворец. А если это не стена, то дворца не построишь. Поэтому сейчас нам надо знать уже до себя. Мы сейчас начали заново год. Мы еще не забыли ни Рошашана, ни Амкипур. Мы не забыли радость Сторы, Всевхастойру. Сейчас мы возвращаем. У нас сегодня еще последний день месяца Тишри. Первый Рошашходыш, последний день месяца Тишри, он еще как относится с одной стороны к великим осенним праздникам, а другой стороны начинаем год будней. Как известно, в самый будничный месяц это Мархешван, нет ни одной даты. Ни одной даты нет. Нам надо заново начать строить себя. Значит, сбрейшись. Сначала. Заново. Заново начали хумыш. Заново учим деяния отцов. Надо заново строить себя. И первое, что я хочу отметить для себя и для других, мы должны работать над тем, что называется нейманут. Тут есть две стороны медали. Доверие к Творцу. Имеет два аспекта. Эмуна и то, что называется бетахон, уверенность. А также, другая сторона этой же медали, это быть такими людьми, которым можно доверять. Можно доверять. Есть очень важное замечание. Приводили от имени Хомена Вассермана. Когда в мире ослабела эмуна вера и доверие в Творца, так же люди перестали доверять друг другу. Нет ответственности, нет. Хорошего вам зимы, хорошей учебы. И дай Бог нам удостоиться чему-то еще научиться от наших отцов. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok